Проверка профессионального мастерства. В Подмосковном Королеве с 10 по 15 октября прошел всероссийский конкурс Мастер Года. Представители различных профессий из всех регионов страны выявили лучшего мастера. Кто представлял Ненецкий автономный округ и в какой компетенции, расскажем далее. Что еще раз? Какая мышца? Прямая. Прямая мышца живота. Объяснение темы и контрольные вопросы. Преподаватели естественно научных дисциплин Елизавета Викторовна объясняют будущим учителям физической культуры строение мышц в теле человека. Дальше вот здесь в этой области есть ромбовидные мышцы. 15 лет назад Елизавета Викторовна решила стать преподавателем. С тех пор педагог работает со студентами. За такой немалый период Елизавета Викторовна набрала бесценного опыта, благодаря чему не раз побеждала на разных конкурсах. На самом деле это уже был третий заключительный этап Мастер Года, потому что изначально участвовала в первом-втором этапе профессионал года 2021 года в номинации как раз Мастер Года. И выиграла вот как раз региональный этап. И все победители регионального этапа, они как раз поехали на заключительный этап в город Королев Московской области представлять свой субъект. Каждому конкурсанту нужно было подготовить программу урока для студентов. За ходом занятия следили компетентные жюри. Я выдавала занятия на студентах специальности преподавания в начальных классах по естествознанию с методикой преподавания. Обязательное условие – это использование какого-то интерактивного оборудования, вот таких современных технологий. И я проводила занятия с использованием цифровых микроскопов как раз при организации практических работ на уроках окружающего мира в начальной школе. В целом, чтобы попасть на всероссийский конкурс, нужно было не просто победить в региональном этапе своего субъекта, но и иметь опыт участия в других конкурсах и чемпионатах. Одно из критериев участия – это, конечно же, участие в чемпионатном движении WorldSkills Russia, это подготовка ребят, это экспертная деятельность, обязательно должна быть для участников. Для преподавателей средних профессиональных учреждений подобный конкурс проводился впервые. Представители 85 субъектов не только показали свои профессиональные навыки, но и набрались нового опыта, который пригодится в будущем. Очень было интересно, познавательно, экскурсии, мастер-класс был, был у нас круглый стол по вопросам воспитательной работы в СПО. Поэтому вот эта неделя, она пролетела очень быстро и интересно. Знания студентов – главный показатель профессионального мастерства. И несмотря на то, что Елизавета Протопопова не вошла в десятку лучших преподавателей, она остается лучшим наставником для своих студентов. Мы учимся у нее с первого курса, сразу нашли общий язык. Очень хороший преподаватель, очень много знает, очень много дает знаний нам. Добрый, веселый человек, ничего такого не буду сказать, одни только положительные эмоции. Также студенты отмечают в преподавателе и особенное качество, которое способствует эффективному усваиванию материала. У нее свой метод, подход, как все, даже индивидуально, как он ученику, и коллективно. Также, ну, с ней очень легко запоминается информация, пара хорошо преподает. Иногда строгая, но это тоже надо. Ученики не особо послушные иногда бывают. Требовательная очень, но это хорошо и нам, и ей. Напомню, Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится в рамках мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Василий Хатанзейский, Антон Бодряков, Телеканал «Север».